Работая локтями мы бежали, кого-то люди били на базаре, как можно было это просмотреть? Спеша на гвалт мы прибавляли ходу, зачерпывая паленками воду и сопли забывая утереть. И замерли, в сердчишках что-то сжалось, когда мы увидали, как сужалось кольцо тулупов, дох и капелюх, как он стоял у овощного ряда, набравший в плечи голову от града, пинков, тычков, плевков и оплюх. Вдруг справа кто-то в сан кидал с оттяжкой, вдруг слева залепили в лоб ледяшкой, кровь появилась и пошло всерьез. Все вздыбились, все вскопом завизжали, обрушившись дрекольем и вожжами с железными штырями от колес. Зря он хрипел, братцы, что вы, братцы, толпа сполна хотела рассчитаться. Толпа глухой стала разъярясь, толпа на тех, кто плохо бил, роптала, и нечто с телом схожее топтала в снегу весеннем, превращенном в грязь. Со вкусом били, с выдумкою, сочно, я видел, как сноровисто и точно лежачему под самый-самый дых, Извоженный в грязи, в навозной жиже, все добавляли чьи-то сапожищи с засаленными ушками на них. Их обладатель, парень с честной мордой и честностью своей, ужасно гордый, все бил да приговаривал. Шалиш! Бил справа то уверенной, весомый и взмокший, раскрасневшийся, веселый. Он крикнул мне, добавь и ты, малыш! Не помню, сколько их галдевших било, быть может сто, быть может больше было, но я, мальчишка, плакал от стыда. Если сотня воя оголтела, бьет одного, пусть даже из-за дела, сто первым я не буду никогда. Стихотворение Евгения Александровича Евтушенко «Картинка детства». Ну, наверное, эту картинку в детство Евтушенко видел где-то на станции «Зима», а может в каком-то другом населенном пункте. Что тут объяснять-то? Вроде бы нечего и добавить. А может это другая картинка? А может это картина 65-го года, когда из ссылки вернулся Иосиф Бродский? Он вернулся из ссылки не в Ленинград, а приехал в Москву, и его окружили заботой молодые и страшно популярный тогда всенародно известный писатель Василий Аксенов, поэт Евгений Евтушенко. Окружили заботой и предложили ему даже напечатать стихи в журнале «Юнность». Аксенов и Евтушенко входили тогда в редколлегию журнала «Юнность», главным редактором журнала «Юнность», очень популярного тогда журнала, любимого всеми, был Борис Полевой. Автор знаменитой повести о настоящем человеке, о летчике, который был сбит, раненый, полз, ему ампутировали ноги, но он вернулся в строй и продолжил воевать с врагами. Иосиф Бродский отобрал полтора десятка стихотворений, из этих 15 стихотворений Аксенов и Евтушенко выбрали 8 стихотворений, по-моему, и попытались их отпечатать, но внесли только в одно стихотворение, там, одну правку, и при этом условии можно было печатать. Бродский отказался вносить это исправление, не был в городе. Евтушенко предложил ему, ну, поскольку того не было, и не в чем было ходить, судя по всему, он приехал в Атники и ссылки. Евтушенко предложил ему свой яркий, броский, клетчатый пиджак. Бродский отказался, сказал, я с чужого плеча вещи не ношу. 24 мая 2020 года, еще неделя не прошла, был юбилей Иосифа Бродского, ему исполнилось бы в этом году 80 лет. А два дня назад напротив дома Мурузи, в котором Бродский жил, на стене дома напротив, на углу Литейного и улицы Пестеля, какой-то художник рисовал граффити, настенная живопись, изобразил Иосифа Бродского. Ну, глядать, посвятил свое произведение юбилею поэта. Через некоторое время это изображение закрасили. Закатали валиком, белой краской. Стена принадлежала школе, ну, и за вход школы запретил это. Художник снова нарисовал Бродского и снова закрасили. Ну, скандала не было, но на радио это очень обсуждалось. Некоторые ведущие кричали. Снова преследуют Бродского. Или, может быть, это стихотворение «Картинка детства», посвящено Борису Пастернаку. В 1958 году Пастернаку присудили Нобелевскую премию по литературе за роман «Доктор Живака». Ну, не берусь судить, насколько это решение Нобелевского комитета уж там обосновано было или нет. Я лично считаю, что у Бориса Пастернакова, например, поэма «Высокая болезнь» мне нравится больше, чем роман «Доктор Живака». Но роман был очень популярен. Ну, а раз Нобелевский комитет его так оценил, так и во всем мире был оценен. И американцы даже в свое время сняли художественный фильм «Доктор Живака», где в главной роли был Ламар Шариф, очень известный в прошлом американский актер, который в свое время снимался, ну, как сейчас бы сказали, блокбастер «Золото Маккенны», где шерифа Маккенна играл Брегори Пэк, а главного бандита играла Ана Шарифа. А потом «Доктор Живака» был и у нас стране, снят фильм, где в главной роли Олег Меншиков снимался. Так вот, за этот роман Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию, а в Советском Союзе Пастернак подвергся серьезной критике, можно сказать, вся страна его тогда осудила, ну и особенно, конечно, Союз писателей. Под этим давлением Пастернак отказался от Нобелевской премии, написал обращение в Нобелевский комитет, я постарался сформулировать, почему он отказывается, что общественное мнение и так далее. Но это не спасло его от дальнейшего преследования, и он в этом же году был единогласно исключен из Союза писателей. У нас же все делается единогласно. Многие коллективные письма тогда были подписаны, там, осуждающие Бориса Пастернака. Он умер в 60-м году от рака. А 30-го мая, то есть через два дня, получается, будет 60 лет, как он умер. Ну, это, можно сказать, не юбилей, просто такая вот памятная дата. А как тогда вот действовал Евтушенко? Он уже был членом Союза писателей. Евтушенко был принят в Союз писателей, по-моему, в 52-м году. Ему еще было 20 лет. И не имея еще даже, по-моему, документов об образовании каком-либо, по-моему, даже у него не было еще и статуи зрелости на среднем образовании. Потому что на тот момент он еще вышел в учебное заведение, естественно, не мог окончить. Но за его стихи, которые уже тогда публиковались, он был принят в Союз писателей в 52-м году. А вот исключили Пастернака в 58-м. Может быть, об этом и есть стихотворение «Картинка детства». Потом прошло много лет, Пастернака восстановили. Восстановили его членство в Союзе писателей. И тоже единогласно. Ну, у нас же все единогласно. То есть в 58-м исключили единогласно, я не помню, в 89-м или в 90-м каком-то. Восстановили. И Нобелевскую премию Нобелевский комитет вручил сыну Борису Пастернаку. Награда нашла героя. Борис Пастернак похоронен на переделке с кладбище, где сейчас есть и дом-музей Бориса Пастернака. Там же на этом кладбище похоронен Евгений Втушенко, Роберт Рождественский. В свое время такую рассказывали историю, что якобы Евгений Втушенко завещал, что когда вру, похороните меня рядом с Пастернаком. В каком-то интервью там уже потом уточняли, так сказал ли Евгений Втушенко рядом с Пастернаком. И, конечно, нет. Он сказал, неподалеку. Такая существенная разница. Могила Евгения Втушенко, ну, можно сказать, неподалеку, буквально там в нескольких метрах от могилы Бориса Пастернака. Вот такие картинки детства, вот такие картинки нашей жизни. Пастер sanoём. Пастерка. Пастерапьи. Продолжение следует...